Так, ну что ж, раз уж пошла такая пьянка, Анион Ютуб, это Спектр, и сегодня очередная моя реакция. Сижу, я, значит, монтирую видосики, и тут вспоминаю про такого персонажа, как Псай. Может быть, слышали, он как бы популяризировал кей-поп в своё время, там, в году, это, в 2010-м, 2011-м, 2012-м. Так вот, это я к чему? У него ж камбэк недавно был, а я про это совсем забыл. Хотя, с другой стороны, не то, чтобы совсем недавно, уже это был конец апреля, по-моему, сейчас... У вас-то июнь, понятное дело, сам разгарили, даже июль, а у меня пока май. О, а вот этого я не знал. Оказывается, Псай-то в свой камбэк ещё Шугу из BTS затащил. Это точно надо смотреть, я считаю. 4К есть? Конечно, есть, у Псай есть деньги на 6К и на 8К. По цифрам, значит, что мы видим, 185 миллионов просмотров, это за месяц, считайте. Результат ещё хороший, Псай не теряет своих позиций. Такая фигура и не может быстро уйти в закат. У меня, если честно, к слову, отношение такое неоднозначное. То есть, он меня, естественно, бесил, когда он только появился, когда я ещё вообще нихрена не знал про кей-поп. Меня просто бесил Gangnam Style, потому что он реально, ну, из каждого утюга его было слышно. Меня часто спрашивают, почему я ношу пистолет в штанах? Да чтобы отстреливать всё то, из чего слышен сраный Gangnam Style! Если чё-то ты постоянно слышишь, тебя это начинает бесить. Так уж устроен человек, в общем-то. Но потом, когда хайп спал, я забил на это дело. Не слышал его сколько? Ну, наверное, лет 5. А потом, когда уже начал вникать в культуру кей-поп и всё такое, не без помощи Валери Джуми ещё. Потом я переслушал Gangnam Style и понял, что, в принципе, это его слушать можно, если не слишком часто. Ну и другие его треки тоже, в принципе, неплохие были. Это и FitCL, Daddy он, по-моему, называется. Gentleman, достаточно неплохой. Ну и, может, ещё что-то есть, а я забыл. Я могу что-то забыть, это на меня похоже. А сегодня мы, получается, смотрим его камбэк. Ещё есть Shuga из BTS. Вот это, я скажу вам, смесь такая взрывоопасная. Ладно, посмотрим. Лил на Сыксу, что ли, насмотрелся. У меня сразу в башке эта песня заиграла. Take my horse. Ну и так далее. Вы все её прекрасно знаете. Ковбой, блин. Да мы видим, что Psy coming back, блин. Psy come back. Короче, если кто не понял, он вернулся. Вот он, собственно. Ну, короче, по-первых, как кадром могу сказать, Psy не меняется вообще. В общем-то, у него такое ощущение, что все клипы плюс-минус одно и то же. Я имею в виду по движениям, по тому, как он ведёт себя в кадре. А насчёт песни я пока не понял. Тут ещё надо слушать. Это Shuga, наверное, приехал на синей машине. Просто кто ещё в пустыне может рассекать на подобной тачке? Не, на самом деле кто угодно, но здесь Shuga в титрах указан. Значит, это он. Железная логика, железная логика. Я вот смотрю на эту декорацию, вам видно, наверное. И мне что-то кажется, что можно было как-то не так палевно сделать её, что ли. Потому что, ну, прям видно, что это просто декорация и сзади ничего нету. Это очень палевно, это очень видно. Хрен с ним, что проводов вот тут на столбе нету. И вот там на столбе нету. Ну, блин, ну вот это прям совсем палевно. Блин, я думаю, это один кадр, но это что, весь клип будет? Это весь клип будет мне глаза мозолить? Я слегка недоволен. Ну, просто реально, глаза режут как-то. Ну и, блин, он вышел из той же самой машины. Разрушил мою теорию. Ладно, хорошо, не Shuga был в той машине. А вот и он, как говорится. Хотя, если смотреть сзади, то это, походу, и в эспресле. Ладно, посмотрим. Это, как его, Versus Battle посреди... Дикий Запад, вот это что. Это Versus Battle посреди Дикого Запада. Ну, в принципе, это интригует. Очень странно, кстати, команды разделились. Типа, к Псаю ушли все женщины, а у Shuga остались все мужики. Может быть, я что-то не разглядел, но мне показалось, что так. Если они внутрь зашли, то это наглая ложь. Но вы сами видели этот... Как его? Этот саун. Просто очень сильно меня зацепил этот саун своей палевностью, извините. Вспылил чутка, бывает. А вот за это, Псай, фанаты BTS-то тебя могут и нахлобучить. Ты поаккуратнее, если что на поворотах-то. А, ну ладно, хорошо, вот ответка прилетела сразу же. Драка такая тоже крикадурная, конечно, не знаю, может, они так и задумали, но видно, что удары прям не летят. Что-то я слишком много до технической части докапываюсь. Забавно. Хотя, с другой стороны, что забавно? Я же текстопереводу не знаю, может быть, они про что-то драматическое поют, но смотрятся как комедия, отвечаю. Ну, в принципе, этот кадр это и подтвердил. Комедию смотрим. Ну вот, ночной вот этот саун, я готов поверить, что там что-то внутри есть. Но дневной, извините. Блин, вот этот кадр в машине, это как древний клип, как он же, е-мое. What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. С Джимом Кэрритом и со всеми остальными. Неплохая ссылка, даже если они это на шару сделали. Дэд, дэд, пинейшн. Блин, пинейшн, это ж агентство самого Псая. Он же, как бы, главный в этом агентстве. Я уже забыл про все, блин. Ну, что я могу сказать. В принципе, Марку-то держат. Что Псая, что Шуга. Ну, Шуга, это зря, наверное, сказал, что они Марку держат. BTS с годами не хужеют до сих пор. Интересный феномен, кстати. С другой стороны, я, конечно, не могу сказать, что это лучшая песня Псая. Мне это, ну, далеко так не показалось. Просто он такой человек, что, да, у него есть свое агентство. Он может продвигать своих артистов. Но он сам хочет петь и делать клипы. У него это в крови, если угодно. Я практически на 93, наверное, процента уверен, что так оно и есть. Из своих искренних фанатов, я думаю, он более чем обрадовал своим возвращением. Еще и Шугу на фит затащил, не последнего человека, на секундочку. Я уже вроде говорил, что я не был большим фанатом Псая, даже когда, так сказать, его прослушал и распробовал. Просто я считаю его хорошим, добротным исполнителем. К чему я вообще-то эту мысль поднял? А, к тому, что клип выполнен в стилистике Псая, ну, то есть всех его клипов, которые были до этого. И, соответственно, для фанатов, это прям таких прожженных жестких фанатов Псая, это, безусловно, радость. Я же, я же склонен оценивать композицию, значит, этот клип, как очередную хорошую, добротную работу от данного исполнителя. По поводу технической части я вроде все сказал. В принципе, снято хорошо, качественно, то есть картинка сочная, красивая. Но, но, с декорациями, конечно, вышел жесткий косяк, блин. Но видно, что салон пустой вот этот внутри. Сомневаюсь, что такая задумка была, поэтому я не понимаю, почему там как-то, не знаю, не задекорировать получше было. Или хотя бы как-то прожектора повернуть, чтобы не так прям из всех щелей свет-то шел. Ну ладно, вспоминаю фразу классика, кто я такой, чтобы учить их. Подытоживая все вышесказанное, могу сказать, что... Клип и песню могу рекомендовать к просмотру и прослушиванию. Если вы, мало ли, мало ли, есть такие люди, которые не знают, кто такой Псай, тоже можете ознакомиться с его творчеством. Вдруг это именно ваш стиль, который вы так давно искали. С моей точки зрения могу сказать одно, Псай держит уровень и падать, видимо, не собирается никуда в небытие. Видно, что ему нравится этим заниматься, так что камбэки, я уверен, еще будут и не один. Будем за ним поглядывать, пожалуй. Почему бы и нет? Ну что ж, пожалуй, будем финалить этот реакт. Напишите в комментариях, как вам показался камбэк Псая. Напишите свои мысли касательно его стиля. Ну а также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и всем удачи, всем пока!